Мастерской Петра Фоменко. Премьера. Спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» поставлен в рамках проекта «Проба и ошибки», где свои силы проверяет молодое поколение театра. Партнер мастерской Петра Фоменко – Банк ВТБ. Знаменитую пьесу Брехта о маркетанке Анне Ферлинг по прозвищу «Мамаша Кураж» играют на недавно отремонтированной старой сцене. Впервые обратиться к эпическому театру Фоменком предложил режиссер Кирилл Вытоптов. Он признается, с его стороны это было провокацией, но актеры труппы вызов приняли. Для мастерской Петра Фоменко нынешний Брехт – первый в истории. Эпический Брехтовский театр еще ни разу не вторгался в эти стены. Для нового опыта пригласили молодого режиссера Кирилла Вытоптова, известного своим сотрудничеством с театром «Современник». И вот под девизом нынешнего сезона «Театр под микроскопом» ринулись в очередной эксперимент. Я Брехта вообще мало очень знал, знал, читать читал, но трудно понимал его, трудно понимал, как это можно на сцене сделать. Задействовав в спектакле разные поколения актеров на главную роль «Кураж», Вытоптов выбрал Полину Кутепову, вряд ли когда-то представлявшую себя в этом образе. Ну не могу, ну не могу я дать этих денег! 30 лет, 30 лет я работала, ей 25, мужа ее нет, она еще на мне, все, я не уговариваю меня, я знаю, что делать. Больше всего режиссера в этой работе интересовала, как простой человек, не желающий отсиживаться и ждать у моря погоды, способен приспосабливаться к войне. Война здесь образ собирательный, некий абсурд жизни, с которым можно столкнуться и в мирное время. Брехт такой, мне кажется, человек, который близок к форме и далек от сентиментальности, поэтому важно было понять, как сохранить какие-то человеческие моменты, то есть любовь, переживания, боль и так далее. Но как это не сделать сопливым? Хочешь завтракать с чертом, готовь длинную ложку. Эта пословица стала для Брехта смыслообразующим эпиграфом к «Мамаши Кураж». Он писал о неизбежности расплаты за общение с такой слепой и страшной стихией, как война. Брехт сочинял пьесу «Предупреждение», но писатели не могут работать с такой быстротой, с какой правительство развязывают войны. Чтобы сочинять, надо думать, писал драматург. «Мамаша Кураж» и ее дети опоздали. Пьеса была закончена в 1939-м, когда Вторая мировая война уже началась. Впрочем, и позже пьеса не смогла предотвратить войны. «Страшно. Страшно, конечно. Я сам прошел войну. Мне было 7 лет, когда мы с мамочкой бежали, вот, с папой и сестрой. Я знаю все, что это такое. Сумки, как продавать мандарины, перекидывать их через клетку на границе, чтобы продать, и чтобы дети пошли в школу. Я все это знаю. Вот моя мама, может быть, была в какой-то момент мамашей Кураж». В спектакле Вытоптова Кураж не маркетантка, которая бредется своей повозкой за линией фронта, торгуя сапогами, водкой и патронами. Она ведет оседлый образ жизни, имеет свой дом. Что вовсе не мешает войне. Шаг за шагом отбирать у нее все, что ей дорого. Двоих сыновей, часть дочери, шанс на собственное счастье. Ставить Брехта про здесь и сейчас, к сожалению, вовсе не сложно. Известная фраза «Войною думаешь прожить, за это надо бы наплатить» актуальности не теряет. И война по Брехту не прекращается никогда. Валерия Кудрявцева, Дмитрий Павлов, Новости культуры.